Три поколения мужчин семьи Хабузовых связали свою судьбу с футбола. Для них это не просто увлечение, а целая философия. Об истории Владимира Старшего, его сына Алексея и юного Володи, авторы проекта «Стихи живут», узнали благодаря выставке «Футбол – это жизнь», расположенной в сквере «Юность». Сразу решили, именно эти люди станут героями 49-го выпуска. Принято говорить, что в здоровом теле здоровый дух, но мне кажется, что русский дух здоровый, высоко нравственный, как раз и тело подтягивает к подвигу. И спорт – это мощное средство консолидации общества, собирания общества. Поэтому работа спортивная с маленькими детьми, с такими, как сегодняшний наш чудесный герой, очень важна. Читали герои проекта отрывок песни «Спортивный марш» из кинофильма «Вратарь». Патриотичные строки, наполненные любовью к родине. Ну-ка, солнце, ярче бризни, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни успевай, не задерживай шагай. Ну-ка, ветер, кладь нам кожу, освежай нашу голову и грудь. Каждый может быть моложе, если ветра веселого хлебнуть. Ну-ка, дождик, теплой влагой, ты умой нас огромную рукою, напои нас всех отвагой, а не в меру горячих успокой. Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь. Физкультура, физкультура, ура, ура, будь готов. Когда настанет час, бить врагов. От всех границ ты их отбивай. Левый край, правый край, не зевай. За годы существования проект «Стихи живут» объединил сотни людей разных возрастов и профессий. Организаторы уверены, литература способна творить чудеса. Она как лекарство для души. Юлия Погасян, Тамара Абидова, Кирилл Обанов, Максим Константинов. Видно этого.